Мы перешли с вами к 35-й главе, к переезду, переселению в Вифиль. Яков уже раньше назвал это место Вифиль, дом Божий, место, где мы встречаемся с Богом. В 35-й главе, очевидно, Яков начинает возрастать в своей убежденности, что ему нужно все-таки быть еще и священником, пастором для своей семьи, что его дело вести семью в поклонении единому истинному Богу. И это действительно отцовское дело, отцовская ответственность. Некоторые из вас пока не женаты и не замужем. Может быть, все вы... Нет, нет, не все, но многие из вас не женаты и не замужем. Когда вы вступите в брак, не забывайте, пожалуйста, об этом. Мужчина, который станет вашим мужем, должен быть не только красивым, приятным, привлекательным, не только деньги вам зарабатывать, не только на жизнь зарабатывать, но он должен уметь приводить вас к Богу. Человек, за которого вы выйдете замуж, должен привести вас к Богу и детей к Богу. Недостаточно выйти замуж за человека, который называет себя верующим. Нужно, чтобы были проявления того, что он действительно верующий человек, что он в общении с Богом. И одна из причин разлада в семье Якова заключалась в том, что, хотя формально, традиционно, семья вроде бы поклонялась Богу Авраама, личного поклонения, личной посвященности, практической посвященности у них не было. Практического поклонения не было. Но после этого ужасного убийства, «Да Якова все-таки доходит, что, может быть, мне нужно больше внимания на это обратить». 35 глава, 2 стих. В первом стихе мы читаем о том, как он строит жертвенник. Помните, мы говорили с вами о различии между Авраамом и Исааком? Авраам переезжал на новое место, строил жертвенник и копал колодец. Исаак переезжал на новое место и сначала копал колодец, а потом строил жертвенник. Для Авраама духовное стояло на первом месте. Иаков начинает вспоминать о духовном, начинает обращать внимание на духовное в своей жизни, в своей семье. И привлекает внимание семьи к духовному, к духовным вопросам. Он начинает наставлять их в путях Божьих. И он говорит во 2 стихе, «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши, встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу». Это то место, где в свое время Бог встретился с Иаковым. Они оставили свои жертвенники, они бросили своих идолов, они бросили все свои религиозные принадлежности, все эти ювелирные изделия, все эти камни, все эти металлы, которые каким-то образом были связаны с идолослужением. И вот что шокирует, ведь это же правнуки Авраама. Правнуки Авраама ходят по земле с идолами, ходят по земле с ложным поклонением. Вчера мы с вами говорили уже о том, что в этих местах, в этих фрагментах Священного Писания нам нужно обращать внимание на исторический фон, на развитие событий, что произошло. Нам нужно обращать внимание на богословское содержание, что мы узнаем о Боге. Нам нужно обращать внимание на духовное содержание, что это означает в связи с моими отношениями с Богом, моими реакциями на дело и Слово Божие. И нам нужно обращать внимание на практический вопрос, что мне теперь делать, как мне теперь это применять. Вполне возможно, что в нашей жизни тоже есть другие боги, которые никак не воплощены материально. Может быть, и материальные божки есть на Западе, этот бог имея ему деньги и материализм. Может быть, ваш божок кажется совершенно невинным. Для некоторых семья становится Богом, для некоторых романтические отношения становятся Богом, а успех в карьере становится Богом, статус становится Богом. Как распознать Бога? То, о чем мы думаем больше всего, для нас стало божком. То, о чем мы заботимся больше всего, становится соперником для единого истинного Бога. Что нас заботит, что нас беспокоит, что нас волнует, чего мы ожидаем? Вот это и становится Богом в нашей жизни. Бог скажет потом Моисею, «Да не будет у тебя других богов, кроме меня. Ты ничем не будешь восторгаться, ничем не будешь радоваться более, чем во мне. Очень нелегко изжить идолов из жизни. Сделать это можно только в силе Божьей». И смотрите, в 35 главе, после этих ужасных, страшных событий, двух событий, дочь стала жертвой насилия, а сыновья стали убийцами. Так что ж, пора. Ну, пора же, наконец, серьезно обратить внимание на отношения с Богом. Именно это и происходит в 35 главе. Они приходят в Вифиль, в 6 стихе. Яков строит жертвенник и называет его «Эль Вифиль», Бог Вифиля, Бог Дома Божия. И в 8 стихе мы читаем, «И умерла Девора, кормилица Ревекина, и погребена ниже Вифиля, под дубом». Очевидно, Ревека, мать Якова, к тому времени уже умерла, об этом нам просто не говорится. Отец его уже при смерти, а мать уже умерла, потому что мы узнаем о смерти ее кормилицы, но не о смерти матери. И Бог снова явился Якову. И явился Бог Якову по возвращению его. И напоминает ему обещания, и напоминает ему новое имя. Израиль. Тот, кто борется. Тот, кто боролся с Богом. Он говорит, «Я Бог всемогущий». 11 стих. «Я Бог всемогущий». Это восстановление с Завета, обновление Завета с Богом. «Плодись и умножайся. Народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чесла твоих. Землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию». И поставил Яков памятник там, так же, как в свое время поставил памятник на Меже между своей территорией и территорией Лавана. И мы снова и снова вспоминаем имя, название этого места, и оно снова звучит здесь. Яков снова получил это имя Израиль. Это имя уже упоминалось в 32 главе. А в 28 главе он уже назвал это место, и сейчас снова повторяет название этого места. Мы снова видим название этого места, Вифиль. Об этом нарек Яков место говорится в 35 стихе. И затем они уходят из Вифиля и продолжают свой путь. И приходят в место, которое называется Ефрофа. И у Рахили рождается ребенок, и при рождении ребенка она умирает. История не похожа на романы. В романе автор может сделать счастливый конец. Хочет и делает. Я читал величайший роман русской литературы и с восторгом читал. Роман этот называется «Война и мир». На Западе считается, что это величайший роман в истории мировой литературы. Я не знаю, согласитесь вы с этим или нет, но на Западе роман «Война и мир» считается величайшим романом мировой литературы. В романе «Война и мир» Пьер Безухов вступает в брак рано, и этот брак неразумен. Он женится на Элен, потому что она красива, она прекрасна. Он смотрит на нее, видит ее в платье и понимает, что все, вот надо жениться. Это неразумное решение. Потом она влюбляется в другого мужчину, а он в другую женщину. И он объясняется ей в любви. Не помню, правда, как ее звали. Наташа, кажется. Наташа? Не Наташа? Ну, ладно. Он объясняется ей в любви и говорит, если бы я не был собой, если бы я был красив, если бы я был молод, если бы я был умен, и прежде всего, если бы я был свободен, тогда вы узнали бы, сколь вы прекрасны, потому что я сказал бы вам, через какое-то время умирает его жена, и он свободен. И он вступает с ней в брак. В романе такое бывает. Но в жизни-то, в истории, обычно все-таки не так. В реальной жизни обычно далеко не так. Не знаю, задумывался Ильяков о том, что вот хорошо бы, если бы Илья умерла. С человеческой точки зрения, вполне мог. Не знаю, оказался Ильяков выше таких мыслей. Или все-таки они его иногда посещали. Но одно я знаю точно. Я знаю, что он никогда не думал, хорошо бы, если бы Рахиль умерла. Таких мыслей у него не было. Наоборот, он ужасался такой перспективе. Но смотрите, умерла не Лия. Умерла Рахиль. Рахиль хотела стать матерью. Рахиль хотела детей, сыновей. И получила она второго сына. Но умерла при родах. Она давала миру жизнь нового человека, при этом потеряв свою жизнь. Сложнее всего доверить Богу в вопросе о том, кто живет, а кто умирает. Насколько я знаю, Усама бен Ладен еще жив. Фидель Кастро еще жив. А правитель Северной Кореи еще жив. Достаточно много людей, которые еще живы, и по поводу которых мы думаем, почему же они до сих пор живы? Почему Бог позволяет им жить? В то время, как другие люди, дети, великие миссионеры, 10 добровольцев, которых убили талибов в Афганистане 12 августа. Эти люди мертвы. Почему они умерли? Это были хорошие, добрые люди. Они умирают в молодом возрасте. Почему умирают хорошие и молодые люди, а старые и отвратительные люди продолжают жить? В этом вопросе, пожалуй, сложнее всего довериться Богу. И в этом вопросе важнее всего как раз доверие Богу. С самого начала Бог показывает нам, что так оно и будет. Каин остается в живых. Умирает Айвель. Хороший, добрый брат убит. Злой остается в живых. Более того, Бог даже защищает злого брата, а доброго не защитил. Ворава вышел на свободу. Иисуса не выпустили и убили. Таков мир. Мы живем в падшем мире. Знание Бога не означает, что Бог автоматически будет защищать нас от последствий греха. Грех принес в этот мир смерть. Грех принес в этот мир страдания. Естественные испытания, такие как болезнь, смерть в природах, бури, штормы, землетрясения и последствия человеческого греха, такие как преступность, все это вошло в мир в результате греха. Мы стали верующими людьми, но это не означает, что мы получили защиту от непосредственных последствий греха. Мы стали верующими людьми, и это значит, однако, что мы защищены от главных, от конечных последствий греха. После смерти мы получим награду Иисуса Христа. в этой жизни мы страдаем, в этой жизни происходят страшные вещи. Именно поэтому столь важна и столь цена ваша вера, потому что очень сложно порой сохранять эту веру. Клайв Льюис написал книгу о проблеме страдания, о том, как страдание зачастую повергает нас в сомнение в благости Божией. Эта книга называется «Страдания». А в начале книги Клайв Льюис говорит вот что. Величайшие исповедания церкви, величайшие исповедания веры церкви, величайшие провозглашения христиан, в которых говорится о том, что Бог благ, были написаны много-много-много лет назад, до того, как придумали анестезию, до того, как придумали болеутоляющие средства. Все это было написано еще до того, когда можно было усыпить человека, прежде чем делать ему операцию, например, ампутировать ему руку или ногу. Все это нужно было сделать по-живому, когда человек мог чувствовать боль. До того, как придумали обезболивающие средства, верующие уже говорили «Бог благ». Да, страдание велико, но Бог благ. Да, есть смерть, есть агония, есть страшные, жуткие вещи, но Бог все равно благ. Вот это, друзья мои, называется верой. В начале 35 главы Бог восстанавливает Завет с Иаковом. Возобновляет Завет с Иаковом. Он говорит, «Я совершу через тебя и в твоей семье великие дела». «Твоя семья будет благословением для всего мира навеки». А кого из членов своей семьи Иаков больше всего любит? Конечно же, Рахиль. Он влюблен в нее по уши с первой встречи, с первого взгляда. Божий замысел предполагал великие дела, чудесные дела, вечные дела. Однако Божий замысел предполагал и боль, и страдания. То, чего уж никак не выбрал бы для себя Иаков. Иаков бы, наверное, сказал, «Слушай, позволь мне, Господи, быть совершенно неважным человеком, неизвестным человеком, обычным парнем. Только, Рахиль, мне оставь. Я же люблю ее всем сердцем. Не надо мне никакого величия. Жену мне мою оставь. Я ее так люблю. Священное Писание говорит нам правду. Священное Писание говорит нам, какова жизнь. Мы с вами говорили о жестокой реальности 35-й главы Книги Бытье. Мы говорили о том, как Бог дает великие обещания Якову, но при этом забирает любимую женщину, жену Якова при родах. Я вспомнил об Иоанне Крестителе, потому что Иоанн Креститель был последним пророком, представившим Иисуса Христа этому миру с богословской точки зрения. Даже при том, что об Иоанне Крестителе говорится в Новом Завете, он остается ветхозаветным пророком, потому что он умирает до начала новозаветного периода, до воскресения Иисуса Христа. Но и Иоанн Креститель начинает сомневаться, об этом говорится в 11 главе Евангелия от Матфея. Почему он сомневается? Потому что в своем ожидании того, что должно произойти по возвращению и по пришествии Иисуса Христа, он не мог и подумать, что ему предстоит страдать. Но поэтому люди, часто обращаясь ко Христу, потом начинают уходить от Бога, они чувствуют себя оскорбленными, обиженными, они пытаются как бы наказать Бога. Потому что нам очень сложно представить себе Божие присутствие в нашей жизни, Божие благословение в нашей жизни и совместить это с идеей о великом страдании. Нам сложно такое представить, нам сложно об этом помыслить. Но если мы действительно читаем Библии, то удивляться этому не приходится. Удивляться здесь нечему. Иногда некоторые из нас призваны расстаться с жизнью, отдать свою жизнь, как Иоанн Креститель, например. Кстати, сколько времени нужно, чтобы расстаться с жизнью? Сколько нужно времени, чтобы моргнуть глазом? Моргните сейчас. Да вот столько. Вот столько. Мы умираем и все. И приходим в вечную жизнь. Так что же получается? Мы действительно расстались с жизнью? Да, с биологической жизнью расстались, но мы получили нечто куда более прекрасное. Но иногда приходится расставаться с другими жизнями, с жизнью других людей, с другими людьми. А мы хотим эгоистично умереть первыми. Я хочу умереть раньше моего мужа, раньше моих детей, раньше моих матерей, моей матери. Если я умру первым, то нет проблемы. А вот если они умрут раньше, тогда мне будет больно. И большинство мужчин могут ожидать, что умрут раньше своих жен. Но Рахиль умерла первой. И Бог это позволил. Это тоже была часть Божьей замысла. Она умирает, но при этом приводит в мир... Нет, не совсем так. Она умирает после того, как приводит в мир одного из величайших людей этого мира, Иосифа. Но в момент смерти Бог дал ей еще одного сына, забрал также ее жизнь. Этот сын Вениамин. Мы с вами уже говорили, что первого сына Якова звали Рувим. И имя его переводится «Смотри, вот, сын». Последний сын именуется Вениамин, сын десницы моей, сын правой руки моей. Все это происходит в окрестностях Вифлеема. И снова Яков строит памятник на могиле Рахили. Он хоронит жену свою и идет дальше. В 36 главе мы читаем об еще одном событии, которое убеждает нас в истинности Священного Писания. Помните, Яков брал в жены служанку своей жены, Валу. Рубин, старший сын его, переспал с наложницей ее собственного отца. Яков об этом узнал. Мы об этом узнаем. Мы видим дальше перечисления двенадцати сыновей Якова, сыновей Ли, Рахиль, Валы, служанки Рахили, ту, с той самой женщиной, которая потом возьмет Рубин, и Зелпы, Зелфы, и еще одна дочь Дина. Дальше мы читаем в тридцать пятой главе также о смерти Исаака. Исаак умирает в весьма преклонном возрасте, и его сыновья Исаф и Яков его хоронят. 36 глава по большей части генеалогия родословная. Генеалогия потомков Исаава. Потомки Исаава потом на протяжении столетий приносили неприятности Израилю. Это люди были жители дома, идумияния, жители района, которые сегодня соответствуют территории Иордании. Братья Исаав и Яков друг с другом примирились, но вот дети Исаава так окончательно и не примирились с детьми Иакова. 36 глава это хроника семьи Исаава. В священном писании в истории Израиля чрезвычайно важны генеалогии. Нужно было знать, кто твой отец, кто твой дед из какого-то колена. Перед ортодоксальным иудаизмом стоят немало проблем, немало сложностей. Одна из них заключается вот в чем. Допустим, они построят храм, допустим, они начнут снова начнут жертвоприношение. Вопрос, кто будет священниками? Они же не знают, кто из колена Левия. По идее, все, кого зовут Кохен, должны быть священниками, потому что Кохейн по-еврейски священник. Но это неразумно. Неразумно подумать, что всякий Кохейн, всякий еврей по имени Кохейн сегодня должен быть священником. Так что чрезвычайно важны генеалогии. И до депортации, до рассеяния иудеев, каждый из них знал, из какого он колена. После 70-го года нашей эры иудеи об этом забыли, их рассеяли, их разбросали по всему миру и на протяжении многих, многих столетий они не знали, из какого они племени, из какого они колена. Но до этого постоянно были генеалогии, постоянно был учет. Именно об этом речь идет в 36-й главе. Поэтому так важны эти генеалогии. 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 Продолжение следует...